В мае Виолетта хотела прервать беременность. Остановили врачи женской консультации. Уже полгода под ее сердцем продолжает биться его крохотно. В наши с мужем планы не входила беременность. Акушер-гинеколог, да, время подумать. Направила на консультацию к психологу. Вечером мы детально с мужем все обсудили. Сейчас я счастлива, у нас будет мальчик. В женских консультациях стараются сохранить жизнь каждого малыша. Для этого в них работают такие кабинеты медико-социальной и психологической помощи. К примеру, в этом за год удалось отговорить от проведения абортов более 70 женщин. И каждый раз, выходя из этого кабинета, девушки, которые изменили свое решение в пользу сохранить ребенка, изменяют цифры статистики на доске своей рукой. В среднем у врачей есть от 2 до 7 дней, чтобы переубедить женщину. Ей рассказывают о пособиях и выплатах на ребенка. Специалисты Минздрава разработали анонимное анкетирование и стратегию общения с беременной. В ноябре у нас предстоит неделя без абортов, приуроченная ко Дню матери. В этот период мы не проводим аборты. И иногда это играет важную роль в жизни женщины. Но есть и женщины, которые считают, что такие акции могут привести к опасным последствиям. В нашей истории, в Советском Союзе, уже были периоды, когда были запрещены аборты, что привело к криминальным и повышенной смертности женщины и детей. На Кубани за последний год число абортов уменьшилось на 18%. Но в масштабах страны ситуация сложнее, посчитал депутат Госдумы Хамзаев. Он предложил платить женщинам за отказ от аборта. Эту идею официально пока никто не поддержал. Регионы пошли своим путем. Например, в Крыму и в Курской области частные клиники отказались от проведения абортов, передавая полномочия женским консультациям. На Кубани в них в рамках нацпроекта «Демография» еще и дают направление на ЭКО. Только в этом году в Крае с помощью ЭКО родились 1192 младенца. Это на 80 больше, чем в прошлом году.